В эфире программа Южный регион инфо в студии Елена Мандрик. Сегодня мы расскажем, как Ростов отпраздновал День Победы. Праздник со слезами на глазах в Ростове отметили 71-ю годовщину Великой Победы. Локомотив Победа прибыл на станцию Ростов-Главный. Железная дорога организовала бесплатный праздничный ретро-тур. Этот локомотив был спроектирован в 1949 году на Коломенском машиностроительном заводе. И изначально он назывался «Победа», потому что еще прошло несколько лет после окончания войны. Именно это название за этим паровозом закрепилось на все годы его эксплуатации. Даже паровозники старые, которые его встречают и передают даже нашим молодым машинистам, именно так его и называют. Его уже назвали народным. Памятник герою Алексею Бересту, водрузившему знамя Победы над Рейхстагом, открыли в Ростове. Наверное, очень много об этом говорить событий не стоит, но одно, несомненно, необходимо сказать. Восторжизмала историческая справедливость. Возложение цветов и венков в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в нескольких районах города. У мемориального комплекса «Павшим воинам» собрались ветераны, школьники, студенты, лидеры общественных и молодежных организаций, жители Ростова, а также представители власти. Город воинской славы – это почетное звание, которое город получил в 2008 году. Поэтому это в городе Ростове святое место, где не только на 9 мая мы сюда приходим, мы сюда приходим несколько раз в году. А вечный огонь – это тоже память тех традиций, которые сегодня в городе есть. Это память тех ветеранов, которые не дожили, память тех людей, которые погибли на войне. Участники возложения поздравили ветеранов с праздником, пожелали им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. После чего делегация отправилась к стеле Ростов-на-Дону, город воинской славы, рядом с аэропортом. То, что было утверждено, безоговорочно реализуется. Поэтому приятно. Знаете, чувство тревоги не покидает, пока не закончится праздник. Но вместе с тем, чувство удовлетворения, рядышком идем вместе. Вот так. Более двух тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники прошли по театральной площади 9 мая. Парад стал центральным событием празднования 71-й годовщины Великой Победы. С подробностями Виктория Щетинина. Их появление ждала вся театральная площадь. Главные герои праздника, ветераны, под звуки легендарной композиции «День Победы» торжественно проходят колонной. Во главе шествия руководители региона и города в 10 утра, разместившись на трибунах, ждут военного парада. Он начинается минута в минуту. Командует парадом заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Игорь Турченюк. Принимает торжественный марш командующий войсками округа генерал-полковник Александр Галкин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-полковник! Поздравляю вас с праздником! Днем Победы! Здравствуйте! Здравствуйте! По уже сложившейся традиции, первыми по главной площади Ростова проходят маршем барабанщицы Белоколитвинского кадетского корпуса, единственного, где обучаются девушки. За ними и кадеты других казачьих корпусов. Всего чеканят шаг около двух тысяч военнослужащих Южного военного округа, в том числе сводный батальон знаменитой 22-й бригады специального назначения, за плечами которой Афганистан и все горячие точки последнего времени. Указом президента Российской Федерации в 2004 году в бригаде приспойно почетное номинование «Гвардейская». Также под сопровождение сводного оркестра Ростовского на Дону, гарнизона на Театральной, парадный расчет Донского спасательного центра МЧС и батальон курсантов и офицеров Ростовского юридического института МВД России. На смену маршу парад сухопутной техники. Это около 60 машин. На площади бронеавтомобили «Рысь и Тигр», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», система залпового огня «Торнадо», ракетный комплекс «Искандер» и другие образцы техники, которые находятся на вооружении российской армии. На смену делам военным небольшой праздничный концерт. В каждом номере спасибо ветеранам. Завершающим аккордом центрального события стал «Бессмертный полк». В его ряды в этом году встали более 50 тысяч ростовчан. Шествие началось от площади Карла Маркса. На театральной к нему присоединились ветераны и официальные лица. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. 9 мая в Ростове была организована большая праздничная программа. Гуляния охватили все районы города. Ветеранов и жителей Донской столицы ждали и на главном железнодорожном вокзале. По традиции, в честь Великой Победы, Северокавказская железная дорога организовала бесплатный праздничный ретро-тур. Во главе состава паровоз с говорящим названием. Этот локомотив был спроектирован в 1949 году на Коломенском машиностроительном заводе. И изначально он назывался «Победа». Потому что еще прошло несколько лет после окончания войны. Именно это название за этим паровозом закрепилось на все годы его эксплуатации. Даже паровозники старые, которые его встречают и передают даже нашим молодым машинистам, именно так его и называют «Победа». Этот локомотив чудом уцелел, говорят железнодорожники. Над ним пришлось поколдовать музейщикам. Труды не прошли даром. Вернуть к жизни Победы удалось. Теперь действующий экспонат радует жителей области. Мы приехали с другого города посмотреть на парад, на гости вашего города. Ну и услышали, что здесь каждый год приходит поезд «Победы». Хотели посмотреть. Первый раз мы пришли. Найдется очень. Историческое путешествие занимает несколько часов. Поезд отправляется к станции Гниловской. Там пассажиров ждала экскурсия по музею железнодорожной техники. Увековечили в бронзе. Накануне Дня Победы в Ростове торжественно открыли памятник Алексею Бересту. Именно он в мае 45-го возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени Победы над Рейхстагом и был в первых рядах штурмующих. Однако долгое время имя лейтенанта пытались стереть из памяти. И только спустя 71 год ростовчане восстановили справедливость. Теперь фигура знаменосца Победы – работа заслуженного художника России Анатолия Скнарина украшает сквер 353-й стрелковой дивизии и напоминает горожанам о подвиге героя. Впрочем, в Донской столице Алексея Береста помнят не только за боевые заслуги. Мы знаем и помним Алексея Прохоровича еще по поводу одного подвига, который он совершил тогда, когда ему было 49 лет, спасая девочку, пятилетнюю, упавшую перед поездом, и сам поплатился в жизнь. Памятник Алексею Бересту уже назвали народным. Создавали его по инициативе руководителей студентов Ростовского института защиты предпринимательства. В сборе средств участвовали несколько донских предприятий и просто неравнодушные горожане. Среди тех, кто был на открытии мемориала, и дочь Алексея Береста. Трудно подобрать слова, чтобы выразить то, что на душе, то, что на сердце. Прошло почти 50 лет, появился на Дону и памятник. Так что я думаю и надеюсь на то, что не придется ждать 50 лет для того, чтобы Берест имел заслуженную награду, почетную. Кроме того, Ирина Берест попросила включить памятник в туристические маршруты, которые проходят по Ростову. На этом у меня все. Читайте наши новости на портале rostovlife.ru. До новых встреч!